Здравствуйте! Сегодня поговорим о конструкции человеческой кисти, как ее рисовать, с чего начинать и для чего вообще все это надо. Очень сложная конструкция человеческой кисти, потому что это архитектурно очень сложный такой механизм, который нам позволяет производить различные манипуляции с различными предметами и вообще кисть руки считается вторым портретом. Для художников это очень важно, потому что по выразительности она занимает второе место после лица. С помощью кисти руки, с помощью рук человек может общаться, может общаться даже без слов. Кисть руки настолько подвижно, эластично, что позволяет проделывать самые различные манипуляции с самыми различными предметами. И мы должны понимать основные элементы кисти руки, начиная от запястья, пястья и фаланги пальцев. Три элемента, которые мы должны четко запомнить. Вот, еще раз показываю их. Вот пястья, запястья, к ним приближаются лучевая и локтевая кости, вот и фаланги пальцев. Фаланги пальцев вот у этих четырех наших пальчиков, мизинчик, безымянный, средний и указательный, они делятся на три части. И являются проксимильные фаланги основные, вот они, три фаланги, средние фаланги, средние и ногтевые фаланги. Как бы все очень просто. У вот этого пальчика, который позволяет нам хватать различные предметы, удерживать их в руке, находятся две фаланги. Это средняя и ногтевая. Проксимильная, она как бы отдельным образом вот здесь вот присутствует. Но если здесь они все соединены в пястье, то это как бы присутствует сама по себе отдельно. И вот такую вот конструкцию, вот плюс косточки, восемь косточек запястья, мы должны знать и уметь как бы изображать. Для этого надо как бы разобраться в этой конструкции, что мы и сделаем в этом задании.